Добрейший вечерочек! С вами Вечерний Шуберт! И сегодня у нас битва настоящих монстров. Камера RedEpic Mysterium X против нашей лапочки Blackmagic UXA 4.6K. В тесте участвует камера RedEpic. С матрицей Mysterium X и наш замечательный оператор Роман. Поможет в нашем сегодняшнем тесте очаровательная модель Вика из Новосибирска с любовью. И звукорежиссер Анатолий Антонов, хранитель традиции сибирского документального кино. В этом тесте будет использован объектив Carl Zeich 50 мм 1.4 на обеих камерах. Съемка будет проходить в одних и тех же условиях. Проба на пересвет, недосвет, роллинг-шаттер и движение камерой. Итак, кто победит? Гоу! Начинаем мы, конечно же, с Урсы, с нашей лапочки. Вот с нее изображение. Снимается в режиме киногаммы, так скажем, кинодиапазона. Без каких-либо настроек дополнительных, цветокоррекции. Баланс отбит по-белому сейчас. Такая вот съемка. Как вы видите, и в светах, и в тенях, как бы диапазон есть. В светах, тенях все нормально. К новым вершинам. У нас с тобой самое большое достижение, это снега. И вот RED. Вы видите, как вы видите, с той же оптикой. С теми же настройками баланса. Здесь входит съемка. Но вы видите, что изображение более холодное, скажем так. Ну и более четкое. Можно видеть. Видеть, конечно, детализация побольше. Больше будет, чем у Урсы. И побольше угол зрения, как вы видите. То есть при том же самом объективе, вы видите, угол зрения больше. Благодаря тому, что матрица у RED больше. Ну вот, детализация, конечно, хорошая. Но изображение, скажем так, более жесткое. Более жесткое, контрастное. Ну, наверное, более детально будет видно, когда посмотрим в их месте. Вот сейчас. В отличие с этой передачи, очень видны хорошо. Ну и масштаб. Изображение у Урсы более крупнутая, скажем так, картинка. И более теплая. Более теплая. Мне кажется, более близкая к пленке. А на RED более цифровая. Тут уже очевидно отличие в детализации картинки. В передаче мелких деталей, конечно же, RED выигрывает. Опять же, Урса больше и больше напоминает кинопленку. Посмотрим, как в дальнейших тестах. Пусть менее четкая, но зато... Близкая к жизни, так сказать. Близкая к конвасу, наверное, что ли. Это Урса. Две ступерии, бередежка. К новым вершинам. У нас с тобой самое большое достижение. Ред эпик, две ступени и бередежка. Ред эпик, две ступени и берега. Ред эпик, две ступени и берега. но это передер уже плюс четыре ступени плюс четыре ступени на рейде видим пересвет такой прямо конкретный уже без цветокоррекции так выглядит изображение теперь мы сравним урса и ред с исправленным цветом то есть мы компенсируем программно в да винчи пересвет теперь смотрим недосвет это урса минус четыре ступени недосвета без коррекции мы видим что изображение вполне сносная то есть в принципе она вытягивает вот то же самое что на рейде и такой же самой недодержки четыре ступени видим что детализации почти никакой нет и темно попробуем вытянуть ну на ухсе мы видим что все хорошо вытянулась ряд тоже принципе подтянулся и вот тест на ролик шаттер урса помотаем в разные стороны принципе довольно неплохо держится без особого струба и без особого уплыва тест ролик шаттер ред и наконец обзора мы оставили самую вкусняшку наконец-то мы посмотрим нашу прекрасную викторию и испытаем кинокамеру на ней и 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 тестах будет сравнение с кинопленкой. Смотрите вечернего Шоберта. Пока!